По прогнозам синоптиков, следующие 10 дней в феврале будут снежными, и первые осадки уже начали выпадать сегодня утром. Поэтому одним из основных вопросов на еженедельном совещании в городской администрации под руководством главы Самары Елена Лапушкиной стала подготовка городских служб к уборке снега. Как отметил руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин, все службы проинструктированы, зоны ответственности распределены, техника проверена. По мере необходимости будут привлекаться дополнительные силы. На сегодняшний момент ту задачу, которую ставили по подрядчикам, чтобы по основным дорогам открыть приладковую часть, подготовить место для формирования снежного вала при расчистке уличной дорожной сети, тротуаров. В принципе, подрядчики справляются. Да, замечания есть, они, естественно, учитываются в ходе объездов. Но работа, в принципе, идет. Несмотря на то, что снегопады пока не сильные, глава Самары поручила специалистам оперативно-качественно выполнять всю необходимую работу. Проговорили со всеми ответственными службами, муниципальными предприятиями, подрядными организациями, чтобы еще раз проверили исправность техники, наличие людей, расстановку сил и так далее. Я думаю, мы своевременно справимся со всеми задачами, которые нам подкидывает природа. Обсудили на совещании национальные проекты, подвели итоги работы в 2022 году и наметили план М-2023. Особое внимание уделили проектам «Безопасные качественные дороги», «Демография», «Жилье и городская среда» и «Образование». В этом году будут отремонтированы 42 участка протяженностью 43,5 километра, среди которых улицы Масленникова, Революционная, Алма-Атинская, путепровод на улице Аврора и другие объекты. Кроме того, в городе ведется работа и по созданию новых мест в детских дошкольных учреждениях. Глава Самары призвала не затягивать заключением контрактов на работы и заранее предусматривать спорные моменты. Показатели достаточно серьезные, показатели такие сложные и по части направлений, и поэтому, конечно, своевременно реагировать. На начальном этапе просчитывать силы, средства, возможности, искать варианты исполнения национальных проектов. Все наши руководители департаментов управления, конечно, настроены на выполнение этих задач, а мы, со своей стороны, будем контролировать, чтобы они об этом не забывали. Также на совещании Елена Лапушкина в честь Дня российского студенчества и Годы педагога и наставника отметила почетными грамотами и благодарственными письмами специалистов Самарского дома молодежи. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События.